Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Никита Евдокимов. Я руководитель отдела разработки и оптимизации BIM и GIS процессов Capital Group. И мы сегодня поделимся тем опытом и тем проектом, который у нас получился с коллегами из Ezra буквально меньше, чем за год. Мы сегодня поговорим про применение GIS платформы для работы с портфелем проектов. Пару слов о нашей компании. Capital Group является одной из лидирующих компаний рынка по созданию недвижимости, элит, премиум и бизнес-класса. Мы занимаемся созданием уникальных проектов. И для того, чтобы наши проекты были действительно уникальны и соответствовали достаточно громко заявленному статусу, мы стараемся привлекать в наши рабочие процессы самые новые и лучшие технологии для их создания. И GIS платформа, которую мы создали у себя в компании, является одной из этих технологий. Но прежде всего мы должны были ответить себе на вопрос, зачем нам это нужно. И отвечая на этот вопрос, мы пришли к достаточно простому выводу. Мы как девелоперская компания, а девелоперские компании сегодня – это одни из драйверов современного градостроительства и развития города. Мы все-таки работаем с геораспространенными данными и мы эти же геоданные создаем в процессе нашей работы. Соответственно, нам нужен инструмент для того, чтобы с этими данными работать, их хранить и, соответственно, делать наши процессы более эффективными. И сегодня мы поговорим про блок работы по инвестиционному анализу. То есть это когда еще площадка только находится в рассмотрении, и нам необходимо оценить, насколько для нас выгодно и правильно идти в развитие данных. данного актива Capital Group является компанией, которая достаточно активно рассматривает большое количество площадок в городе. Ну и, в общем-то, вот на этой схеме представлено, как данный процесс происходил до того, как у нас появилась GIS-платформа. Соответственно, все идет от постановки задачи. То есть появляется некий земельный актив в формате кадастрового участка или их группы. И дальше необходимо этот актив оценить с различных точек зрения. Ну, первичный блок анализа – это именно сами данные о земельных участках. То есть это и кадастровые данные, это и градостроительные ограничения, которые влияют на данный актив. Дальше необходимо оценить его потенциал с точки зрения того, какую застройку возможно на нем разместить и в каких количествах. Соответственно, посчитать экономические показатели проекта, сформировать некий эскиз застройки. И главное во всем этом процессе, чтобы эти данные, с которыми мы работаем, они были скоррелированы между собой. И до привлечения какого-то инструмента для работы процесс был абсолютно ручным. И результатом данного процесса является некая презентация отчет, в котором собраны все показатели для принятия окончательного решения. Процесс итерационный, потому что не всегда мы видим, что площадка при заданном сценарии соответствует необходимой компании экономике. Соответственно, применяются различного рода подходы и в результате этих итераций делаются какие-то выводы. Процесс происходил с большим участием человеческого фактора. То есть одни группы пользователей собирали одни данные, другие производили расчеты, третий занимались тем, что создавали некое эскизирование будущего проекта. Естественно, им нужно было этими данными как-то обмениваться, где-то их хранить и как-то в результате их сводить в единый отчет, в единую презентацию. Казалось бы, здесь все можно решить на управленческом уровне, то есть задать некие регламенты работы и поставить перед людьми ограничения и правила, на которые они должны опираться в своей работе. Но, как показывает практика, человек это все-таки человек, и какими бы правилами он не руководствовался, все равно где-то он что-то сделает по-своему, где-то может что-то забыть, где-то может что-то упустить. В результате мы получаем информационные коллизии, которые ведут к увеличению времени по обработке данной информации, ну и, соответственно, принятию решений, увеличивают количество ошибок в финальном результате работы, ну и, соответственно, требуют больших трудозатрат. Стали думать над тем, как этот процесс можно было бы оптимизировать и пришли к выводу, что, наверное, да, здесь нам стоит обратиться к неким GIS решениям и создать внутри своей организации единую GIS-платформу для работы над этим блоком задач. Сейчас мы покажем результат данной работы, то есть те инструменты, которые мы имеем сейчас, ну и, соответственно, прокомментируем их. Мы не будем показывать это в формате презентации, и мы покажем наш действительный результат работы. Ну, то есть теперь в компании существует GIS-портал, который доступен для всех участников данного процесса. мы его можем открыть со стартовой страницы. И, в общем-то, мы здесь видим карту, на которую уже нанесены все наши объекты. По ним здесь собрана вся необходимая информация, а также к данной карте подгружены необходимые нам для работы слои. А говорю сразу, собрать которые было достаточно нелегко, потому что часть информации является закрытой, и нам пришлось проделать большой блок работы по оцифровке открытых данных, скажем так. То есть здесь у нас и слои по кадастру, и по правилам землепользования застройки, и по санитарно-защитным зонам, которые являются одними из главных градостроительных ограничений для будущей застройки. Это первый блок. То есть мы собрали всю информацию в одном месте. То есть теперь специалисту, пользователю нет нужды обращаться в различного рода ресурсы. У него есть одна точка входа, с которой он может, соответственно, уже работать. И следующий шаг был в том, что как эта информация собирается. Ну, то есть вот нам пришла новая площадка, и нам необходимо быстро по ней собрать информацию. Для этого мы разработали инструмент, который позволяет нам достаточно быстро создать в системе проект и из всех загруженных в нее слоев собрать необходимую информацию по данному активу. Как мы видим, здесь достаточно небольшой набор полей, которые пользователю необходимо заполнить, после чего он нажимает кнопку выполнить. Система ищет нужный кадастровый участок и подтягивает данные по этому кадастровому участку, и он становится доступен в системе. То есть если сейчас мы вернемся на главную страницу, мы увидим в левой части экрана то, что вот наш проект и те данные, которые система по нему собрала. Дальше здесь логика следующая. Пользователь собрал исходные данные, далее ему необходимо произвести некоторые расчеты и выгрузить их также в систему для общего доступа. То есть здесь дальше существует вкладка проект, в которую уже непосредственно фигурируют результаты расчетов технико-экономических показателей, которые мы считаем для себя применимы. Расчеты производятся в форме Excel и посредством того же самого инструмента первого подгружаются в систему. Также после того, как произведен первичный анализ, наши внутренние специалисты-архитекторы производят эскизирование застройки и результаты этого эскизирования точно так же потом выгружаются в систему для общего доступа и неких презентационных историй. То есть, ну вот, как мы видим здесь, сюда выгружен эскиз застройки. Рядом автоматизированным способом сгенерирована окружающая застройка. То есть мы можем сразу оценить, как наш будущий проект вписывается в городской контекст. Также в этом же вьюере нам доступны все те же слои, которые мы видели на общей карте. То есть если нам необходимо посмотреть, как проект взаимодействует с какими-то ограничениями или там зонированием, например, мы можем в этом же вьюере спокойно включать и отключать данные слои. Так же, что достаточно удобно, здесь мы можем сразу оценить некую затененность. То есть это инструмент, который может нам предоставить симуляцию естественного освещения застройки. Ну и, соответственно, оценить, как мы влияем на окружающую застройку, как она влияет на нас. Вот. Это еще один из кейсов, которые есть в данной системе. Помимо этого, при анализе площадки мы, как правило, используем данные аэрофотосъемки. То есть заказываем съемку площадки коптером. И также достаточно удобно можем результаты данной съемки разместить на нашем портале. То есть у нас по некоторым участкам здесь уже загружены эти данные, в которые мы попадаем, включая слой ортофотопланы. Это как один из результатов этой съемки. И также можем открыть облако точек, которые также получаем с коптера. что тоже достаточно удобно, потому что мы можем сразу оценить реальные параметры окружающей застройки. То есть это уже не симулированные данные, а то, что действительно сейчас на этой площадке существует. И при необходимости произвести какие-то простейшие действия по измерению высот, оценить озеленение, которое существует на площадке. Ну и также нам, как любому девелоперу, который занимается жилой недвижимостью, достаточно важно иметь представление о том, какие видовые характеристики будут у того продукта, который мы будем позиционировать на рынке. И поэтому уже на этом этапе мы их оцениваем. То есть еще один из результатов съемки коптера мы получаем панорамы, которые также размещаем на данном ресурсе компании. И можем достаточно быстро к ним перейти и оценить видовые характеристики будущего объекта. Вот, по сути, наверное, тот блок задач, который был реализован на текущий момент. Естественно, мы будем развивать и дополнять функциональность данного портала, писать новые инструменты для улучшения эффективности работы наших пользователей и собирать на нем все больше и больше данных для своей работы. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли какие-нибудь вопросы? Небольшой вопрос. Вы сказали, что заказываете съемку с коптера, подрядчик делает? Да, совершенно верно. А загружает в систему подрядчик или вам сдает в каком-то виде и вы загружаете? Нам сдает и мы выгружаем. Понятно. От заказа до загрузки два рабочих дня. Еще. Кэшируете ли вы эти данные для быстрой подгрузки? Эти данные мы получаем в готовом виде от нашего подрядчика. Сами мы этим не занимаемся. ЛАС. Стандартный ЛАС файл. Да. Ну то есть он нам сдает облако точек, ортофотоплан и файлы с панорамами. Продолжение следует...